Состоялось заседание районного исполнительного комитета, на котором обсудили итоги пятилетней работы инвестиционного проекта «Общество с ограниченной ответственностью Дэйри Фарм». На очередном заседании райисполкома шла речь об исполнении обязанностей «Обществом с ограниченной ответственностью Дэйри Фарм» по договору купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. На заседание, которое вел председатель райисполкома Геннадий Хоружик, были приглашены депутаты районного совета депутатов, руководители и специалисты структурных подразделений райисполкома. В рассмотрении вопроса принял участие первый заместитель председателя комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий. С докладом по теме выступила заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяка. Она отметила, что работа была проделана колоссальная, так как такого опыта в Беларуси еще не было. По договору купли-продажи, который был заключен со Сморгонским райисполкомом в 2016 году, «Общество с ограниченной ответственностью Дэйри Фарм» приобрело предприятие как имущественный комплекс коммунального производственного унитарного предприятия «Крево» для осуществления предпринимательской деятельности и реализации инвестиционного проекта по развитию сельскохозяйственного производства, включая производство и переработку продукции животного и растительного происхождения. Спустя пять лет с полной уверенностью можно сказать, что проект оказался успешным. Были выполнены абсолютно все пункты договора купли-продажи, отметил председатель райисполкома Геннадий Хоружик. О реализации инвестиционного проекта рассказал директор общества с ограниченной ответственностью Дэйри Фарм Даниэль Однов. В выступлении он подчеркнул, что Беларусь – это страна, в которой можно в рамках закона работать, зарабатывать и ничего не бояться. Докладчик выразил благодарность вертикали власти Сморгонского района за оказанную поддержку и помощь. Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий отметил, что выполнение решения Сморгонского райисполкома находилось под контролем их ведомства. Роль Комитета госконтроля в основном сводится к оглашению недостатков. Но не в этом случае. Александр Михайлович поздравил присутствующих с тем, что благодаря совместным усилиям инвестиционный проект был реализован успешно. Это отражено в отчете, который Комитет госконтроля Гродненской области направит президенту Республики Беларусь, резюмировал Александр Садовничий.